Добрый вечер! Это программа «Балтия. Неделя» на телеканале «Настоящее время». 21 выпуск. В этом выпуске мы восхищаемся Эстонией. Во-первых, это действительно страна, которая удивляет. А во-вторых, у Эстонии национальный праздник – День независимости. То есть День рождения. Будем считать эту программу нашим подарком. День рождения по-литовски «Гемима Диена». А у латышей «Дзимшанас Диена». По-эстонски День рождения «Сюнни Пяев». К сожалению, «Сюнни Пяев» только раз в году. Зато наша программа выходит каждую неделю. С вами в Рижской студии Евгений Эрлих. Сегодня в программе. День независимости. Эстонские исторические хроники. Эсты. Появились на побережье Балтийского моря примерно 5000 лет назад. Как провожают пароходы. Эстония спустила на воду самый экологичный корабль в Балтии. Мы заплатили 230 миллионов за эту красоту. НАТО 2%. Президент США отчитывает Европу. Платить за безопасность должны все. Ожидают, что наши союзники сдержат свое слово и приложат больше усилий. Книга – лучший подарок. Латвия пригласила на книжную выставку Россию. Это очень теплый и родной рынок. Удивительные факты. Это самое зеленое государство в Европе. Более половины его территории покрыто лесами. Абсолютное мировое первенство по неверию. 75% населения не ходит ни в какую церковь. Единственная страна на планете, где можно проголосовать на выборах, не выходя из дома, электронно, через интернет. Хотя бы даже с помощью мобильного телефона. Кстати, количество абонентов мобильной связи здесь превышает численность населения. И это тоже мировой рекорд. Что еще? Герои их национального эпоса разговаривают с ежиками. И ежики его при этом понимают. Несмотря на то, что в этом языке масса слов начинается на букву «ы», грамматически 14 падежей, а будущего времени нет вообще. Зато три варианта прошедшего. Ну, думаю, все догадались. Это Эстония. Эстония 24 февраля отмечает свой день независимости. Этапы большого пути маленькой, но удивительной страны в нашей исторической справке. Финно-угорские племена, к которым относятся эсты, появились на побережье Балтийского моря примерно 5000 лет назад. Здесь они столкнулись с племенами славян, балтов и германцев. Само название «Эстония» может происходить от слова «эсти», которое впервые упоминается древнеримским историком Тацитом. Эстоме, писал он, германцы называют народы, проживающие на северо-востоке от реки Висла. В древнерусских летописях рассказывается о походах киевских князей на Чуть, то есть на землю эстов. Чуть оказывали сопротивление и сами неоднократно угрожали Новгороду и Пскову. Одновременно Балтийское побережье подвергалось набегам викингов. Несмотря на постоянные войны с соседями, племена эстов не смогли объединиться и создать единое государство. В конце XII века Римская церковь объявила крестовый поход против балтийских язычников. Немецкие рыцари подчинили себе весь регион Балтии. Устояло только Литовское княжество. Территория нынешней Эстонии оказалась поделенной между Ливонским орденом и датчанами. Через сто лет датский король продал свои владения тевтонцам. С этого момента остзейские немцы в течение нескольких столетий занимали в Эстонии ключевые позиции во власти, в культуре и в экономике. В XVI веке из-за земель Ливонского ордена разразилась Ливонская война, которая длилась без малого 25 лет. Победила Швеция, Дания и Польша. А спустя полвека Швеция полностью владела всей территорией, создав герцогство Эстлянское. Очередной передел произошел по итогам Северной войны между Швецией и Россией. Швеция проиграла. Петр I объявил свое царство империей. А Балтийские земли вошли в состав Российской империи, как Эстлянская и Ливлянская губернии. К концу XIX века в Эстонии проживал почти миллион человек. Из них 90% эстонцы, русских 4%, немцев 3,5%. По данным переписи, в Эстляндии практически поголовная грамотность. Это время возрождения национальной культуры. Создан Первый эстонский театр. Организован Первый певческий праздник. В фестивале эстонской песни образованы первые эстонские политические партии, мечтавшие о независимости. Такой шанс Эстонии выпал в связи с распадом Российской империи и по итогам Первой мировой войны. 24 февраля 1918 года Комитет спасения Эстонии провозгласил манифест о независимости. Но реальная независимость была достигнута лишь после продолжительных боев с Красной Армией. Независимой Эстония оставалось 20 лет. Далее знакомый всем Балтийским республикам сценарий. 1940 год. Оккупация и аннексия страны Советским Союзом. 1941 год. Оккупация Эстонии нацистской Германии. Во Второй мировой эстонцы воюют как в Красной, так и в немецкой армиях. По окончании войны Эстония вновь присоединяется к СССР. Конец 40-х годов отмечается массовыми сталинскими репрессиями. В период Горбачевской перестройки набирает силу Народный фронт Эстонии. Он побеждает на выборах в Верховный совет Эстонской ССР и провозглашает 20 августа 1991 года восстановление государственного суверенитета. С сентября 1991-го Эстония – полноправный член ООН. В 2004 году Эстония стала членом НАТО и вошла в Европейский Союз. О своей любимой Эстонии нам расскажет самый опытный депутат эстонского парламента. Сегодня его спикер Эйки Нестер. Эйки, добрый вечер. Добрый вечер. Если выражаться спортивным языком, вот 25 лет назад Литва, Латвия и Эстония вместе стартанули от Советского Союза к независимости. Где сегодня в этой гонке Эстония? В чем она превосходит своих соседей? А в чем она им уступает? В широком плане, я думаю, и Литва, и Латвия, и Эстония, они после этого старта все, скажем так, скоро выйдут в высшую лигу. Все эти страны двигались в правильном направлении, чтобы люди жили свободно, хорошо. И в этом смысле нет большой разницы. Мы довольно быстро делали реформу в экономике, в смысле приватизации. Делали это немножко по-другому, чем в многих других странах. Так что и многие люди сами могли участвовать в нем. Я думаю, быстрота реформ дала эту разницу. Но не считаю эту разницу очень большой. Если говорить об Эстонии в общей европейском контексте, в чем уникальность вашей страны? Чем она отличается от других? Ну, самый популярный вопрос, который я должен ответить уже годами, звучит так. Странные люди вы, эстонцы, вы доверяете интернету и не доверяете России. Это такой вопрос, на которого я уже привык ответить годами. И действительно, чем где-то очень различается, различаемся от других стран. Это то, что если, например, наша молодежь едет куда-то в Западную Европу, например, в Берлин, и понимает, что там нет свободного интернета, то они чувствуют себя без прав человека. Для нас это как-то естественно. Сейчас мы, между прочим, приняли тут неделю назад закон, который называется «Закон последних пяти километров». Знаете, какую проблему стараемся решать? Вот у меня летний дом на острове, и там интернет не такой быстрый, как в Таллине. Вот этот вопрос надо как-то решать. И люди протестуют, и мы говорим, что вот, мол, из-за отсутствия быстрого интернета в всех концах Эстонии они не могут быстро развиваться. И вот этот вопрос теперь, я надеюсь, решен. Знаете, в таких случаях принято говорить, нам бы ваши проблемы. Да. Это был спикер эстонского парламента Эйки Нестер. Большое спасибо из праздника вас. Спасибо вам за вопросы. Ну вот еще из разряда удивительных фактов. Ежегодно Эстонию посещают полтора миллиона туристов, что больше всего местного населения. Более половины из них приходят со стороны моря. На круизных судах и паромах. Не случайно Эстония в этом году спустила на воду суперпаром. Самое экологичное судно Балтики. Мария Андреева пожелала ему и туристам 7 футов под килем. В Таллиннский порт новый паром «Мегастар» заходит почти бесшумно. Двигатель работает настолько тихо, что слышны крики чаек. Это самый экологичный паром в Балтийском море. В отличие от других судов, которые заправляются дизельным топливом, «Мегастар» работает на сжиженном природном газе, а значит, почти не наносит вреда окружающей среде. Этот паром – символ будущего, говорит Лулея Лена, представитель компании «Таллинг». Мы заплатили 230 миллионов за эту красоту. Каждая деталь была тщательно продумана вместе с дизайнерами и инженерами, чтобы получить именно такой паром, какой мы хотели. Нам разрешают небольшую экскурсию по парому. Времени мало. Судно стоит в порту меньше часа, поэтому по длинным коридорам и торговым залам приходится почти бежать. Десятиминутный марш-бросок, и мы оказываемся на капитанском мостике, а точнее в комнате управления судном. Пока паром стоит в порту, капитаны, Роль и Айне могут отвлечься от мониторов и немного отдохнуть. Говорят, работать на таком судне – одно удовольствие. В этом новеньком кораблике не просто новая мебель, новое оборудование, новая техника. В нем принципиально новые инженерные решения. Неискушенный пассажир эту новизну скорее чувствует, чем понимает. Быстро бегает, тихо, вибрация маленькая. Во всем это лучше, чем другие, конечно. То есть это как новую машину купить, правда? Это как новая машина, конечно. Она тише и пахнет, как новая. Мы бежим дальше. Один узкий коридор сменяет другой. В таком лабиринте легко потеряться. Но Лулея знает каждый уголок этого парома. Если капитанский мостик – это мозг корабля, то вот его желудок – огромный зал с зоной отдыха, ресторанами и самым большим плавучим супермаркетом на Балтике. Появляются первые пассажиры, в основном финны. Об экологичности парома знают немногие людей, больше интересует комфорт. Очень красивый интерьер. Много разных комнат, кругом мягкие кресла, столы. Можно очень удобно расположиться. Томас путешествует из Хельсинки в Таллинн как минимум два раза в месяц. Навещает свою эстонскую тещу. Рядом с ним расположилась семейная пара и тоже из Финляндии. Это наше первое путешествие на этом пароме. Теперь я знаю, что он очень экологичный. Это хорошо. Внутри парома абсолютно нет ощущения, что ты находишься на корабле. Скорее в торговом центре или в холле дорогой гостиницы. В местных ресторанах, а их тут больше десятка, повара готовят угощения для трех тысяч пассажиров. Мегастар построен на верфи в Финляндии. Еще одна особенность – он сделан из материалов, которые можно отправить на переработку. То есть паром в конце своей долгой жизни не превратится в гору мусора. А говоря медицинским языком, пойдет на органы, оставит по себе добрую память. И это абсолютно новый подход к философии жизни морского судна. После короткой экскурсии Лулея торопит нас к выходу. Судно отчаливает. В грузовой отсек заезжают последние автомобили. Еще одна особенность Мегастара – гараж разделен на два этажа. Внизу – фуры и автобусы, наверху – легковые машины. Погрузка транспорта проходит в два раза быстрее, чем на других паромах. Меньше часа в порту и паром уже отправляется в путь. Всего через два часа Мегастара окажется в Хельсинки. А потом двинется в обратном направлении. Всего таких рейсов за день Мегастар проводит шесть. Со стороны кажется, что эта громадина длиной в 212 метров неповоротлива и нетороплива. Но это только кажется. Скорость Мегастара – 27 узлов, примерно 40 км в час. Для паромов такого типа – настоящий рекорд. В считанные минуты он скрывается в февральском тумане Балтийского моря. Последнее, что видно с берега – ярко-красный знак бесконечности на обшивке судна. На удачу! Мария Андреева, Алексей Иванов. Балтия неделя. И скрылся корабль в тумане. Знаете, есть такой известный анекдот об эстонском климате. Встречаются два приятеля. Ты чего такой бледный, не загорелый? В этом году такое солнечное лето было. Слушай, ну извини, я в тот день работал. Вывод – в Эстонию можно приезжать всегда, в любое время года. Всегда хорошо. Причем так же, как в Литву и в Латвию. Далее в нашей программе поговорим о книгах. Мимо Дня Независимости Эстонии не прошел даже Дональд Трамп. Американский президент отправил эстонскому президенту Керси Калиллайт. Личное поздравление. Вот его скриншот. Эстонию называют ценным союзником и другом. Но прежде всего Эстония – образцовый партнер по НАТО. Всего четыре страны в Европе, кроме Эстонии, Греция, Великобритания и Польша, выполнили союзнические обещания и увеличили военный бюджет до 2% от своего ВВП. А та же Германия тратит на оборону чуть более 1%. Как следствие, главные военные расходы Североатлантического альянса по-прежнему лежат на США. Дональд Трамп еще в период предвыборной борьбы подчеркивал, что так дела не делают. Мы или союзники, или Америка пересмотрит свои обязательства по отношению к Европе. Тогда это заявление вызвало большой переполох. Но сейчас становится понятно – новая администрация не шутит. На минувшей неделе вице-президент США Майк Пенс прилетел из-за океана, встретился с генсеком НАТО и на словах передал, что Трамп недоволен. Правда заключается в том, что многие другие члены НАТО, включая наших самых крупных союзников, не имеют четкой и вызывающей доверия линии поведения по достижению хотя бы минимальной цели. Позвольте мне повторить. Президент США и американский народ ожидают, что наши союзники сдержат свое слово и приложат больше усилий к нашей политике совместной обороны. А что по странам Балтии? Эстония в числе лидеров. Литва и Латвия пока тратят 1,8% от ВВП. Но обещали довести его до 2% уже в следующем году. При этом в Литве и Латвии чего уж там скрывать? Довольно серьезная проблема с финансированием, например, медицины. Латвийские медики готовятся к забастовке. В общем, непростая история. Ну и культурные новости. В Риде открылась латвийская книжная выставка. И вот вам парадокс нашего гибридного времени. С одной стороны все вооружаются, смотрят друг на друга недобро. С другой ездят друг друга на гастроли. Культурные вечера, творческие встречи. Так вот, главный почетный гость на латвийской книжной выставке – Россия. Российский стенд – это два десятка издательств, более тысячи новых книг. И встреча с такими писателями, как Григорий Остр, Денис Драгунский, Александр Адабашьян, Макс Фрай, Ульянова, ну и многие другие. Наш журналист Ольга Шакина попыталась совместить этот книжный мир с реальным. Латвийская книжная ярмарка началась в 94-м с учебников, с выставки образовательной литературы. Дальше больше присоединялись местные издательства. Латышский читатель давно знает, что в феврале самые новые книжки можно купить в выставочном центре на острове Кипсала. Теперь организаторы ярмарки сделали ход ферзем, чтобы подтянуть и русскоговорящих рижан. У нас очень сильные аргументы для русскочитающей и говорящей аудитории. То, что у нас почетный гость в выставке «Россия» со своими книгами, авторами, с культурной программой, что мы можем предложить, потому что те годы, когда у нас нет такого гостя, такой статус, то для русскоязычной аудитории меньше, что предложить. Между Россией и некогда оккупированным Советским Союзом странами Балтии отношения официально натянуты. Но современную русскую литературу здесь очень ждут. Толстым и Чеховым сыт не будешь. Это очень теплый и родной рынок, где очень многие люди говорят на русском языке и ценят русскую культуру. Говорят, состав делегации, что явилась в Ригу, предварительно одобрен Российским министерством культуры. Не допущены те, кто по представлениям чиновников имеет хоть какое-то отношение к политике. Пятки вместе, руки в стороны расставьте, открывайте рот пошире и кричите букву «А-а-а-а-а». Сорокину предлагали, безусловно. Не смог. Очень тяжелый график наших авторов. Не всех пришлось вывозить. Нашлись русские литераторы и прямо в Риге. Например, городской прозаик Ульянова, что переехала в латвийскую столицу два года назад. Начинается какой-то для меня новый этап. Мне бы хотелось посмотреть вокруг, пообщаться с людьми и начать потихоньку уже рассказывать об этом городе. Недалеко добираться в Ригу и одному из самых популярных российских фантастов Светлане Мартынчик, известной под псевдонимом Макс Фрай. Она уже 10 лет как живет в Вильнюсе. Мне подарила недавно подруга сумку, которую привезла из Москвы. Там на черном фоне написано причудливым красивым шрифтом «Все говно, а я художник». Я живу в Вильнюсе, и я поняла, что мне не хватает русскоязычной среды для выгуливания этой сумки. Поэтому, когда меня позвали на рижскую ярмарку, я подумала, вау, здесь будет русскоязычная среда, можно пройтись с этой сумкой, и будет смешно. Поэтому я приехала выгуливать сумку. Все, что вы сказали о публике, да, но вот, видимо, вся публика, которая способна прочитать надпись на моей сумке, вот это мои читатели. Макс Фрай живет в Вильнюсе. Борис Акунин в Париже. Владимир Сорокин в Берлине. Самая популярная сегодня русская литература не имеет российской прописки. И сам факт физического места жительства перестает кого-либо волновать. Русский язык шире российских границ. Ольга Шакина, Балтий неделя. О книжной выставке на этой неделе писали многие балтийские СМИ. Но ведь не только о книжной выставке. Все, что мы упустили, в обзоре прессы от Андрея Лешкевича. В Литве могут приостановить трансляцию российского телеканала ТВ-Центр. В сюжете телеканала о событиях 1991 года в Вильнюсе усмотрели дезинформацию и разжигание ненависти. В частности, российские журналисты назвали отделение Литвы от СССР незаконным, а борцов за независимость сепаратистами и радикалами. Теперь литовская сторона ждет от ТВ-центра объяснений, после чего будет принято решение. Это не первый случай временного отключения российских каналов, как в Литве, так и в Латвии. Мэру Риги Нилу Ушакову запретили общаться в Фейсбуке на русском языке. Такое решение принял Видземский окружной суд, реагируя на жалобу Центра госязыка. Суд указал, что Ушаков может использовать в общении иностранные языки только в крайних случаях. Мэр не согласен и намерен в своем Фейсбуке продолжать вести диалог с рижанами как на латышском, так и на русском. Ушаков также напомнил, что в соседней Эстонии премьер-министр Юрий Ратас на прошлой неделе, наоборот, специально обзавелся отдельной Фейсбук-страницей на русском языке. «Найдите 10 отличий», — иронизирует рижский мэр. Дорожным полицейским Латвии запретят держать при себе на дежурстве больше 30 евро наличных. Так государство борется с коррупцией. Если у полицейского найдут в кошельке больше 30 евро, его ждут серьезные проверки. Полицейские возмущены. Они написали письмо омбудсмену, назвав это решение бессмысленным и недемократичным. «А что, если жена даст 30 евро на покупку детской обуви?» — спрашивают они. Запрет уже выяснили в социальных сетях. Пользователям неясно, как можно проконтролировать, сколько у полицейского при себе денег. Ведь купюры можно спрятать не только в кошелек. Бежать или остаться. Известный литовский дизайнер Йозас Статкявичус опубликовал в Фейсбуке скандальный пост. Он заявил, что Литва безнадежна, и лучший выход — уехать из страны. «25 лет, как мы свободны, перемен никаких, только к худшему. Бежим отсюда», — пишет он. Призыв Статкявичуса вызвал негодование среди других пользователей, в том числе известных литовцев. «Дорогие поклонники этого заболевшего звездной болезнью мусора, уезжайте все отсюда как можно скорее и не мешайте нам спокойно наводить порядок. У нас во дворе», — написал другой известный литовец, режиссер Йонас Банис. Статистическое бюро Эстонии опубликовало список самых популярных имен, которые эстонские родители дали своим детям в 2016 году. У девочек абсолютным лидером стало имя София, на втором месте Мария. Далее, согласно эстонской моде, все имена на букву «А» — Алиса, Александра, Арина, Анна, Адель. Впрочем, в числе популярных также Элис и Мия. Мальчиков чаще всего называли Робин, Расмус, Даниэль, Артем, Артур, Оливер, Роберт, Себастьян, Максим и даже Мирон. Притом, что раньше имя Мирон для эстонцев было чистой экзотикой. Ну и напоследок заглянем в фейсбук президента Эстонии. Керсти Калилайт поделилась на своей странице в производственном видео. Мастерская, люди в спецодежде, гидравлический пресс, металлические болванки, эмаль, газовая горелка. А все вместе — это таинство изготовления государственных наград. Наград, которые в честь Дня независимости позже президент Эстонии вручает самым уважаемым гражданам страны. Вот уж действительно, когда бы вы знали, из какого сора. Однако в результате в умелых руках получается ювелирное изделие, произведение искусства. Президентское видео на фейсбуке, к слову, получило 742 лайка. Для Эстонии неплохой результат. Это была программа «Балтия. Неделя. 21-й выпуск». Неделя прошла, будет новая. Увидимся здесь же, на телеканале «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин